Руководители администрации городских предприятий приняли участие в уникальном учебном модуле «Фабрика процессов». Собрать коллектор за ограниченное время – такой была задача тренинга. Уже почти пять лет ОХК, кстати, единственный в отрасли, проводит для своих сотрудников обучение в рамках производственной системы Росатома. Она подразумевает под собой культуру бережливого производства и систему непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества. На этот раз участие в тренинге принимали не работники городообразующего предприятия, а руководители администрации округа и директора городских организаций. Ведь оптимизация времени и затрат нужна не только на комбинате. В нашей производственной и посредственной жизни есть определенные моменты, которые мы не замечаем. Но в сухом остатке они, конечно, приводят к затяжке процесса, к производственным затратам и к потере времени. Мы хотим в реальном времени показать, что это такое. Мы в жизни не замечаем, но это приводит к совершенно плачевным результатам. И когда ты руками все это пощупаешь и потрогаешь, ты будешь точно по-другому смотреть на свою организацию рабочего времени и пространства. И мы это умеем делать и сегодня реально покажем. Задача, которая стояла перед участниками, была за определенное количество времени выпустить точную копию коллектора газовой центрифуги. С первого раза выполнить ее полностью не удалось. Первые наши опыты, которые мы проводили по сборке, они оказались неудачными. И мы, собственно, выполнили план только на 30% всего. И оказались в большом убытке. Но очень плодотворно провели время по обсуждению тех недостатков, которые здесь были, которые возникли в процессе работы. И вот сейчас постарались расставить так, значит, и оборудование, и оптимизировать работу операторов с тем, чтобы... Ну, это как бы первая итерация, так скажем, у нас. С тем, чтобы более сбалансирована была загрузка. Сократив площадь импровизированного цеха, используя более современное оборудование, создав своего рода конвейер, работа пошла веселее. Сменив строгие костюмы на белые халаты, надев кепки и защитные очки, руководителю города и муниципальных предприятий почувствовали себя работниками сборочного производства. У каждого оператора была своя задача, свой функционал. Процедура номер один – это, ну, досборка, первоначальная досборка. Установка резинок, установка клапанов, ну, в общем, а дальше потом это все собирают. Ну, вот сейчас вот произошла такая сегодня утром смена деятельности, все-таки приходится работать не только головой, но еще и руками. Насколько это привычно для вас? Это нормально. Я начинал с лесарем на ЗИЛе, так что для меня это привычно. У меня очень важная процедура. Я оператор номер шесть. Вот. Я должен вставить вот такую вот заглушку, три заглушки в коллектор вот сюда и зафиксировать все это вот такими вот замечательными болтиками. Вот. На всю эту операцию должно уйти не более трех минут. Вот. В первый раз я практически справился, но с небольшими отставаниями по времени. В этот раз мне выдали шуруповерт. То есть в прикладной форме, как бы, довольно сложные и маркетинговые, и производственные вопросы решаются, как будто, ну, правда, очень интересно. Приложить можно хоть куда. И для дома, и для семьи, и для бизнеса, и для производства интересно. Оптимизация производства не имеет границ. И, соответственно, экономить с помощью оптимизации можно всегда, улучшая условия труда для рабочих, да, логистику и прочие моменты. Но вот сегодня мы экономим время, поэтому нам уже пора запускаться. Работу по сборке коллектора надо было выполнять быстро, но самое главное – качественно. Ведь строгий ОТК обязательно проверит готовое изделие. Специалистом отдела технического контроля был главный редактор Новоуральской вещательной компании Лидия Голубева. Я сегодня отвечаю за участок контроля качества ОТК. Вот. Для того, чтобы проанализировать вообще любой процесс, о чем бы мы ни говорили, конечно, нужно такой методологический анализ с последовательностью операции, эффективностью производственных процессов. То есть, как опыт сегодняшнее мероприятие очень интересно, полезно. Я думаю, что мы применим его на нашем предприятии. Сегодня смена деятельности произошла такая. То есть, пришлось работать, так скажем, и руками, и головой. Насколько для вас это, ну, привычно? Очень привычно, Никита. Я очень много специальностей в своей жизни освоила, поэтому это интересно, это очень полезно. И вот такой апгрейд, смена видов деятельности, я думаю, для каждого человека могла стать источником какой-то информации о себе, чего-то нового, чего мы не знаем. Для руководителей городских предприятий участие в подобных тренингах дает возможность посмотреть на работу своей организации под другим углом. Потому что оптимизация рабочего места, затрат и, самое главное, времени актуальна всегда и везде. Участвуют директора, я думаю, наверняка они вынесут из данной работы для себя что-то очень-очень полезное. Потому что действительно эта тема должна развиваться, потому что это влечет за собой уменьшение затрат на производство той или иной продукции, даже того или иного процесса. Поэтому это перспектива, это будущее, надо этим заниматься. После внесенных изменений в трудовой процесс производительность выросло, количество выпущенных коллекторов выросло в разы. И самое главное, без брака. По результатам тренинга его участникам вручили сертификаты.